доброго дня всем любителям славной ретро аппаратуры сегодня у меня появился такой интересный магнитофон в коллекции ламповый бобинный катушечный магнитофон чайка 66 выпуска великолукского радиозавода как ясное название выпущен был 60-х годах прошлого века 1960 годы вот и в общем то забрал себя характерные черты магнитофонов и вообще аппаратуры тех лет тех времен хотелось бы о нем немножечко вам рассказать и так что из себя представляет чудесный магнитофон вот такой небольшой чемоданчик видите легко поднимаемый одной рукой веса думаю в нем килограммов 6 вот значит чемоданчик облицован оклеен такой фибровым кожзаменителем сверху имеется рукояточка для переноски поэтому магнитофон называется переносной вот хотя батарейки для него не предусмотрено питается от сети 220 вольт по бокам для красоты данный чемодан облицован таким винилом такого же оттеночкой как сам корпус магнитофона винил в мелкую дырочку вот видите для того чтобы так сказать звук проходил поскольку у него здесь впереди находится динамики вот мы под винилом радиоткань вот значит оборотная сторона чемодана снабжена стремя резиновыми ножичками для установки на какую-либо поверхность при воспроизведении рабочего положения конечно горизонтально как вы понимаете вот так называется магнитофон в чемодане аппарат крышечка закрывается на изящный никелированный замочек откроем крышку вот мало того что сказать открывается полностью она еще может быть демонтирована магнитофоном чтобы не мешало в процессе скажем так воспроизведением вот убрал защитную крышку мы видим перед собой переднюю фальш панель магнитофона она покрыта такой же бежеватой зеленоватой эмалью вот серовато зеленоватой извините здесь красиво выделяется чайка 66 логотипа к сожалению великолупского завода я на нем не обнаружил как ни странно вот этот завод выпускал довольно большое количество человек вот но тем не менее тем не менее приятный с дружественным интерфейсом предельно простой эксплуатации магнитофончик на крышке здесь должны были присутствовать два поролоновых прижима которые в процессе переноски прижимают бобины с пленкой чтобы они не вывалились не болтались но к сожалению данные данные прижимы от времени разложились и утрачены одна рукояточка обратили внимание родная вот выполнена любовно из цельного алюминия кем-то на заводе видать станочная обработка только винт не изящный который крепит шнур питания магнитофона находится сзади в отсеке здесь же у нас в этом же заднем отсеке у нас расположены предохранитель с переключателем 220 127 или 110 вольт универсальное питание для тех времен вот и значит соответственно гнезда для внешних соединений то есть для входов и выходов так и вот переключатель как это переключатель чувствительности входов на микрофон и соответственно звукосниматель радиолиния либо скажем так микрофончик ну и гнездо выходом а вот соответственно линейного предельно просто магнитофон в эксплуатации предельно приятен в обращении довольно неплохой звук выдает вот давайте попробуем послушать что у нас там на нем так сказать все таки как у нас производит сейчас я установлю так чтобы удобнее было созерцать давайте придумаем вот будет у нас так держаться не будет вот так будет я надеюсь вам хорошо видно сейчас убедимся в этом да в общем то освещение позволяет рассказать вам про этот магнитофон и так сетевую вилочку сеть катушечка 15 номер на него установлена но это посмотрел сюда и 18 в принципе войдет да пожалуй максимальная карточка то они можно использовать это будет 18 вот сейчас пробовать не будем вот но 18 думаю войдут значит блок головок закрывают две крышечки верхние и нижние как вы видите вот головочка стирающие иголочка универсальная вот ролик прижимной так немножечко ферму ферромагнитном порошочке уже так сказать испачкан но сейчас чистить не будем ограничимся чисткой универсальной головки да есть налет ферромагнитной пыли вот возвратим грузчики на место ставятся они легко вот на направляющие так неправильно поставил щель ничего сейчас мы этот момент устраним недостаточек вот эту крышечку и неправильно поставил давайте вернем ее надлежащее место что порадовало заправка пленки здесь предельно простая вот там нет никаких лишних роликов и стоечек но вот имеется вот такая интересная стойка натяжитель скажем так не припоминаю магнитофонов этого класса это магнитофон относится к третьему 4 классу чтобы была такая интересная стойка регулятор натяжения ленты при подмотке вот вообще очень интересная кинематическая схема магнитофон ламповый не помню говорил или нет вот в кинематике использованы не эластичные пастики из какого-то капронового материала с роликами натяжителями которые их натягивают пастик не может порваться в процесс эксплуатации и все время находится и не растягивается все время находится натянутом состоянии и так из органов управления мы видим всего-навсего две рукоятки слева два переключателя справа самая левая рукоятка когда включать магнитофона поворачиваем загорается ведь огонек включили сеть она же по совместительству является регулятором темба тембра простите низшие высшие частоты ну там довольно небольшом диапазоне но тембр регулируется а право рукоят который находится правее в левой части магнитофона она регулирует громкость и это сделано совершенно правильно что тембр находится на левой рукоятки а громкость на правой то есть поставив какой-либо приемлемый для нас уровень громкости мы магнитофон отключаем а громкость все равно остается та же включив магнитофон нам не приходится лихорадочно искать громкость нам комфортально для прослушивания а тембры это проще сделано это для того чтобы уменьшить количество органов управления магнитофоном и в то же время так сказать максимальным максимальное количество доступных нам регулировок все-таки к ним применить значит правые в правой части магнитофона расположены рукоятки они имеют следующий функциональное значение рукояточка самая правая это перемотка вперед эти мотают достаточно приятным вот она ролик пардон стоечка натяжитель регулятор натяжения при подмотке работать хорошо то есть намотка получается не рыхлая достаточно хорошие при повороте при необходимость перемотать в пленку назад влево вот используется вот это рукоятка все интуитивно очень понятно и тормоза хорошие смотрите продаем по таймой тэма тэма тэм поставить мото мото модель остановились намертво это приятно вот эта же рукоятка при повороте и в право включает режим воспроизведениям а если повернуть в вот рукоятку перемотки вперед наоборот влево и одновременно с ней повернуть рукояточку вправо вот эту вот, то мы включим магнитофон в режим записи регулятор уровня записи, он здесь несколько скрыт, вот такой вот интересный диск с цифильками у нас находится сбоку а здесь расположен электронно-лучевой индикатор уровня записи, то есть лампа грубо говоря давайте попробуем что-нибудь послушать на этом магнитофоне пленочка старенькая записана какая-то видимо юмореско насколько я понимаю модно было в определенные годы записывать на магнитофон с телевизора, либо с радиотрансляционной линии, а может и вживую с концертов, различные юмористические передачи чтобы потом их соответственно прослушивать вот, видеомагнитофонов тогда не было и в общем-то, скажем так вот, единственным доступным источником и средством записи вживую каких-либо музыкальных речевых, звуковых моментов, фрагментов были вот именно такие магнитофоны вот, давайте что это официальный частик ставу ставу да, вот тут что-то такое знакомое жаль жаль, что вам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха но и час с ним нет, мы его допишем что-то тихо стало, я там давай, капитальный частик не надо выражать нетерпение все хотят, давай товарищи, есть предложение пригласить вторую бригаду артистов когда уйдет та бригада которую пригласили в прошлом году кстати, кто их видел и где их видели? в разливочном домой не пишут одичали прячутся от людей кто видел юрист консульта? мы его взяли два месяца назад на проходной вряд ли выходил ну то есть надо найти у нас к нему вопросы накопились теперь кто в прошлом году такси вызывал? машина уже заржавела где шофер? водители на Ренове кучка и главное кто водил студентов по цеху готовой продукции? где экскурсия? уголовное дело да, знаменитое юморецкое собрание на ликеро-водочном заводе 80-е годы прошлого века я еще помню да, популярна была там Роман Карцев голос его я слышал надо хочешь да, интересные записи порой попадаются вот тут совершенно случайно приобрел целую гору пленок сегодня буквально за тысячу рублей 150 катушек пленки добрый человек продал надо будет всех прослушать потом отдельно какой-нибудь ролик по этому поводу создам так мы проведем диску да значит что у нас на второй стороне так, для того чтобы так сказать послушать вторую сторону однодорожечный ну, двухдорожечный простите, магнитофон забыл сказать в самом начале двухдорожечный магнитофон то есть в одну сторону потом крутит пленка записывается одна дорожка потом снимаем переворачиваем слушаем то что написано на обратной стороне этой пленки вторая дорожка вот, как я уже хотел сказать говорил вернее порадовало то что очень легко заправляется пленочка в лентопротяжный тракт никаких там лишних скажем так элементов лентопротяжного тракта нету вот поэтому как бы соответственно вот так раз взяли перевернули поставили все сколько магнитофон предназначен для эксплуатации чистых положений горизонтальным то никаких прижимов и держателей катуш здесь не предусмотрено из альбома оп что-то интересное что-то интересное что-то интересное СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стоп! Запись окончена. Проверьте название произведений из альбома «Монастырская дорога». Что-то... Серебряный молоток Максвелла... О, дорогая... Осьминожье царство... Потому что... Солнечный король... Интереснейшая, на самом деле, запись. Я немножко отвлекусь от темы. Вы знаете, что это было? Это была передача «Ваш магнитофон», записанная нам в магнитную пленку. В 80-е годы прошлого века. В 23 часа 15 минут вечерами, по-моему, не то в пятницу, не то в субботу, по радиотрансляционной сети. С 23.15 до 0 часов 00 минут передавали записи популярных западных групп. Вот сейчас мы вам слушали окончание альбома «Монастырская дорога» «Эбби Роуд» в переводе на английский. Группы «Битлз», их последнего, так сказать, совместного 12-го альбома. Ну, надо же, какой раритет. Кто-то, видимо, записал вот эту, так сказать, радиопередачу с радиотрансляционной сети. И вот для того, чтобы не забыть название песни «Композиции», оставил даже, так сказать, авторский текст в конце. В общем, была неплохая передача. По-другому, так скажем так, записи популярных групп достать было проблематично. На простинках фирмы «Мелодии» почти ничего не выпускали. А вот ваш магнитофон, я и сам неоднократно ими пользовался. Да, надо будет отдельно потом рассказать немножко про эту передачу. В общем-то, это была целая эпоха. Целая эпоха в жизни меломанов нашей страны. 80-е годы прошлого века. Как сейчас помню. Неплохую музыку транслировали, на самом деле. Вот, и «Роллинг Стоунс» там были, и «Дипепл», и «Финк Флойд». Вот, правда, не помним. А вот слушали, записывали на подобные, скажем, пленки, на подобных магнитофонах. И потом, вот как вот здесь, я разглядел сейчас, делали записи на ракордной ленте, что все-таки записано на этой пленке, так сказать, чтобы не забыть, не потерять. Вот. Ну, порой временами, скажем так, эти пленки у нас рвались. Было такое. Особенно, вот, то, что были два типа пленки распространенные. Более поздняя на лавсановой основе, более ранее на триатитцитилцеллюлозной, так называемой пленки типа 2, типа 6. То есть, вот такие коричневые, вот, на цвет более светлые, более коричневые пленочки, если вам видно, вот они частенько рвались. И что же нам нужно было делать, так сказать, если пленка, допустим, цинично рвалась там где-нибудь? Нужно было ее срочно склеить. Немножечко, опять-таки, отвлекусь от темы и расскажу, как это все происходило. Для того, чтобы, так сказать, облегчить горе меломана, значит, у которого порвалась пленочка, это относится к пленкам на лавсановой уже основе. Триатитцитилцеллюлозную клеили уксусной кислотой, перемешку там с ацетоном, по-моему. А вот. А такие вот пленки лавсановые клеились следующим образом. Продавался вот такой вот набор к магнитофону. Строил, как сейчас помню, 3 рубля 50 копеек. Нет, 3 ровно, извините. Да, год с 77-го года, да, до выпуска 11 января 79-го. Вот такая чудесная коробочка спасала меломана и любителя записи от, скажем так, от вот таких неприятных, как обрыв пленки или необходимость подклеить ракордную ленту к концу пленки. Вот видите, вот здесь на этой катушке нету ракордной ленты. То есть конец пленки со временем мнется, рвется, укорачивается. Вот, для того, чтобы он был сохранен, чтобы пленку не портить, перед началом приклеили где-то примерно метр, сантиметров 80, так называемой ракордной ленты. Вот, для этого тоже использовался этот набор магнитофона. Вот я вам сейчас покажу, как это все происходило, что в этот набор входило. Вот такая коробочка, футлярчик сдвигается с набора, и там мы видим коробочку, оснащенную прозрачной крышкой, в которой находится, скажем так, монтажный столик для склейки ленты. Собственно говоря, полезная вещь, потому что совместить концы пленки довольно сложно. Находится лезвие опасное, пардон, безопасные брицвы. Находится рулончик с липкой лентой, то, что мы сейчас называем скотчем. Вот, родного, к сожалению, рулончика у меня нету. Там продавался рулончик четко по ширине ленты прилагался. Но этот у нас, видите, в два раза шире. Но ничего страшного, я вам скажу, можно при помощи даже обычного скотча склеить порвавшуюся магнитную ленту, и как это все происходит. Еще в набор входил, так называемый, специальный карандаш. Он называется стеклограф. Вот, обратите внимание, стеклограф так и написан. У него в качестве грифеля, тут вот сохранился этот оригинальный карандаш, в качестве грифеля была такая пастообразная масса, которая пишет и по стеклу, и по гладкой поверхности пленки. То есть для того, чтобы на ракордной пленке можно было написать название композиции. Но это еще не все. Помимо всего прочего, вот видите, здесь такие трехвостика торчат. В набор входил, если мы откроем эту крючку, увидим, три рулончика ракордной ленты разного цвета. Белый, красный и зеленый, или там синий. Белую ленту, как правило, приклеивали в начало пленки, красную приклеивали по окончании пленки. Ну а для чего применялась лента других цветов? Я, точно говоря, не знаю. Итак, процесс склеивания пленки. Можем извлечь этот столик из набора, а можем прямо в наборе им пользоваться, кому как удобнее. Давайте его извлечем, чтобы было понятнее. Надеюсь, вам видно. Итак, берем пленочку, которую нам нужно склеить. Тут без разницы, скажем так, будем ли мы склеить порванную пленку. Если она порвалась, то берем с одной стороны этот кусок, с другой стороны рваный. Или же будем подклеить ракордную пленку, как мы будем поступать сейчас. Итак, берем пленочку, кладем лицевой, обязательно лицевой стороной, той, на которой магнитная запись вниз, вниз столика. Как определить, какая сторона лицевая? На лицевой стороне пленки ничего не написано. А на оборотной стороне могут быть надписи. Вот как вот здесь, ПО, СВЕМА, ТИП А, допустим. Если же даже этих надписей нет, то по пленке определить довольно просто. Та сторона, которая соприкасается с головками, которая рабочая, она имеет такие на сей своей длине, такие протяженные, параллельные полоски. Все равно там слой рабочий стирается. Итак, вот этим рабочим слоем ленту мы кладем вниз. Кладем вниз с небольшим запасом, с припуском. Здесь в столике имеется специальная такая ровненькая по ширине линии, линейка, углубление. Вот в это углубление, откинув прижимные скобки, мы кладем лицевой стороной вниз нашу пленочку. Далее мы берем либо с одной, с другой стороны, либо тот конец пленки, который порвался, также лицом вниз. Либо в данном случае берем ракордную ленту. Вытягиваем нужное количество из коробочки нам ракордной ленты. Кладем ее тоже вот так, с перехлестом сюда. Ровненько, чтобы они облегли в углублении. И дальше мы аккуратно, тут очень важна параллельность ленты, для чего это столик применяется. Дальше аккуратно их скобочками вот этим прижимаем. Несколько напоминает процесс склейки кинопленки. Так, смотрим, чтобы она была в натяжечку у нас. Ровненько, аккуратненько, красивенько. Она вот здесь уже сместилась. Давайте подправим. А теперь вот берем нашу лезвие, нашу бридочку. И вот здесь видите, два углубления. Одно наиск, и другое поперек. То есть можно клеить либо вот так, либо вот так, все равно получится стык. Я предпочитаю клеить наискось. Берем и аккуратненько вот так режем. После чего откидываем крышечки, выкидываем ненужные концы ленты. И снова, здесь же, на этом столике, совмещаем вплотную, стык в стык. Опять-таки, зажав наши концы, наши концы ленты. Ну, а теперь все в наших руках. Берем, соответственно, вот этот скотч. Тот, который по ширине ленты был, он, конечно, проще. Взял, налепил сразу четко и забыл. С этим придется немножко поизвращаться. Нам понадобятся еще ножнички. Возьмем ножнички, отрежем сантиметра два с половиной три данного скотча. Вот. Отрежем и наложим так, чтобы один конец, нижний, нижний край был параллелен нижнему краю ленты. У нас получится, конечно, с небольшим выступом. Так, кладем, надо прицелиться, прижимаем. Ничего. Минимальная тренировочка и все получится. И вот так вот пальчиком, пальчиком, пальчиком его. Опаньки. Все приклеилось. Теперь откидываем скобочки. Берем, снимаем. Ну, у нас тут получилось лишь колен туда, видите. Ровно, ровно в два раза она получилась у нас шире. Вот. Берем ножничками и одним движением тоже надо приноровиться. Режем четко по краю вдоль ленты. Если у нас, не дай бог, она, скажем так, и с другой стороны немножко вылезла, и с другой стороны немножко вылезла за ширину ленты, то и вот так же нужно аккуратненько, внимательно присмотревшись, взять и ножничками выступающие все за габариты ленты обрезать. Потому что, потому что иначе она будет, во-первых, плохо проходить через лентопротяжный тракт, а во-вторых, при прохождении мимо головки будет еще головку нам пачкать этим липким слоем. А это нам совершенно ни к чему. Вот смотрите, получилось такое чудесное соединение встык нашей ленты. Теперь мы оснастили нашу катушечку ракордной лентой. Отмонтаем нужный нам кусочек, сколько посчитаем нужным. И можно лезвием, можно, скажем так, ножничками. ее отрежем. Скажем спасибо замечательному набору для магнитофона. Теперь у нас катушечка имеет вот такой аккуратненький кончик. Вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать про магнитофон Чайка, про 80-е годы прошлого века. Вот, немножечко отступление про передачу, чудесную передачу, которую с ностальгией вспоминаю до сих пор ваш магнитофон. Вот. И, может быть, кому-нибудь пригодятся вот эти, скажем так, навыки склейки ленды. На самом деле, можно клеить и без такого набора, склеивать магнитную пленку. Вот. Но с набором не сравненно удобнее. Может, кому-нибудь попадется где-нибудь в закромах. Рекомендую, покупайте, не пожалеете. Большое спасибо вам за внимание. На этом хочу откланяться. Искреневаш Сергей.